Привет всем, мои хорошие! Сегодня следующая часть моей эпопии видео-книга «Моя славения». Следующая часть посвящена празднику 8 марта и началом моих сборов, о чем я рассказывала в предыдущей части. Дальше в празднике 8 марта я получила подарок плюс, хочу что-то еще, орхидырку такую, картонечку, ну и без цветочка, ну просто это один цветок такой. И еще что-то. Я всегда так обращаю внимание на вот эти вот вещи, да, там, акцентирую внимание, мол, будут мало подарили, маленькие подарки, кучу денег давать. И вы, наверное, думаете, что я какая-то меркантинка, и что главное – это деньги, и больше ничего в жизни я не вижу. На самом деле, обстоит ситуация следующим образом. Хотя, как я жила в Киеве, в принципе, в принципе, все это позволит, чтобы для меня была не проблема, я тоже с ним, ну и архидырку, ну и еще что-то. И так как я плюс-то любимая, по-моему, я в первую очередь себе все это покупала, да, то, конечно же, когда я приехала сюда и для чего-то, и у меня это непонятно, потому что, как я говорю, как я говорю, что я хочу то, я хочу много отчаясь, и что это очень удобно, когда люди покупают или покупают в этот самый большой магазин, это очень странно, потому что ты для себя не самый дешевый магазин, и для себя вообще самый лучший человек в России, да, и я думаю, что это не только для нас, но и для всех. Когда я приехала в старину, я в России, да, предполагала, потому что все из вас так же предлагают, что я не могу жить, но я должен сам повысить. Поэтому, вот отсюда и все мои такие вопросы, скажем так, и почему так происходит. И для меня, например, странно, что человек, который получает 1000 евро, не может сделать мне подарок какой-то хотя бы за 100 евро, да, там на Новый год был обещан мне эпилятор, я хотела себе этот лазерный, вот, он стоил по акции 200 евро, а не 300. Значит, пообещал мне, сказал, да, конечно, я вот работаю, как раз у меня будет 13 зарплата, я тебе куплю обязательно. Ну, что произошло, ничего не произошло, никто мне ничего не купил. Хотела часы 120 евро, ну, это подарим тебе на день рождения, показала там еще что-то, что я хочу, ну, это будет когда-то тогда-то, через 2220 лет. Но я живу не через 2220 лет, и через такой период времени я уже буду хотеть что-то другое. А это то, что я хочу сейчас, я хочу, пожалуйста, сейчас. Такой у меня настрой, так я живу, так я хочу жить и ничего менять не хочу. И мне, если честно, непонятно, зачем мне жить в Словении, менять свой уровень жизни, если я могу легко вернуться в Украину и буду жить. Ну, точно не так же, я буду жить лучше, чем тут, я буду много себе позволять. Почему? Потому что я найду работу легко, вот вы говорите, вот, найди там работу, но тут ты найдешь работу каких-то рабочих специальностей, ты тут не найдешь работу менеджером для меня, потому что я не досконально знаю язык. Для того, чтобы учить доскональный язык, надо прожить здесь лет пять. Я просто протупила, когда не подумала об этом. Я могу ухаживать за какими-то русскими детишками, играться с ними после школы и так далее. Но так как я такой нервный человек, не знаю, насколько хватит моих нервов сидеть с детишками, ну, я вам честно говорю. Поэтому, ну, и с детишками ты много не заработаешь, конечно же. Поэтому есть много, но время двигалось, двигалось и двигалось в сторону лета, да. Да, это был уже март. В марте у меня начались, кстати, занятия первые в школе. Тут же в школе я поняла, что я вообще ничего не знаю. Даже если я что-то говорю на славянском, мой учитель абсолютно меня не понимает, пытается что-то мне объяснить на английском языке, который я тоже недосконально знаю. Поэтому вот такой вот шейк постоянно происходил в голове. Но, тем не менее, результаты были. Были результаты, я начала больше понимать язык. Я вообще, в принципе, сейчас, да, вот я посмотрела на это, я уже вообще полностью понимаю, что говорят, говорится. Любое слово, которое я слышу, я понимаю. Возможно, если бы одно слово сказали, может, я бы не поняла значение. Но в контексте я уже понимаю полностью всё. То есть разговорную речь я уже слушаю и могу её улавливать легко. Сама так я не могу ещё воспроизводить, потому что, ну, я же говорю, ещё мало я прожила в этой стране. Если тут прожить три года постоянно, слушая этот язык, ты будешь хорошо общаться и разговаривать. Язык не тяжёлый. То есть, ну, для меня тяжелее было в сто раз выучить английский язык. Поэтому славянский вообще не тяжело. Ну, честно. Вот, такие вот дела. То есть, какие произошли изменения, что хотела рассказать в этой части. Первое, начинаю собираться опять в Киев, перевозить вещи, да. Второе, за подарки, ну, такое рассказала. Третье, третье, начало учиться в школе славянского языка. И дальше жить без перистенка. Дальше слушать храпящую мать. И есть у меня такая молитвочка. Если честно, я её очень спасалась. Просто вставляла беруши в уши. Читала очень много раз молитву, которая называется «Богородица, Дева, радуйся». Это коротенькая молитва. Я её произносила у себя в голове, там, несчётное количество раз, пока не засыпала. Ну, мне тяжело было. Мне тяжело было заснуть в комнате, где орёт телевизор плюс компьютер, в котором люди разговаривают на языке. И ты хочешь прийти, им просто засунуть что-то в рот, какой-то вот такой вот рулон туалетной бумаги, чтобы они больше не разговаривали. Поэтому, конечно, ну так, да. Ну так вот всё обстояло. Я извиняюсь, что такая часть коротенькая, какая-то скомканная была, да. Но это всё, что я хочу сказать в этой части. В следующей части расскажу уже о том, как я уехала опять в очередной раз в Украину. Всем пока!